Всем привет, я Даша. Это будет такое болтологическое видео, поэтому если вы такие не любите, сразу я вам всю суть обскажу, а дальше уже буду разговаривать с свое удовольствие. Я сижу в шарфе, не потому что у нас холодно, у нас как раз потеплело, хотя я как дура последний спрятала вентилятор и достала обогреватель, а потому что я связала шарф. Вот такой он. Состоит из красных и белых отсеков, причем, как можно видеть, они все разной такой ширины, разной длины, и о том, почему так вышло, что это за безобразие такое, я, собственно, и буду сегодня говорить. Вот шарф достаточно длинный, я вот села, я его сложила вдвое, села вот так вот, как, не знаю кто, не знаю, я даже прилично хоть смотрится. Он примерно с мой рост. С чего все началось? Листая ВКонтакте, я наткнулась на группу, которая предлагала шарфик и шапочку, ну, такой набор в славянском виде. Там был еще узор типичный такой для культуры дохристианских славян. Мне и так захотелось, но стоило там реальных денег, очень дорого. Я подумала, чем я хуже? Свяжу сама, тем более вот в традиционных, так сказать, цветах красным и белым у меня остатки пряжи были. И думаю, ну, попробую. Ага, оказалось, я очень даже хуже, потому что, как выяснилось, такие узоры, с узорами вещи, они вяжутся спицами, а я умею только крючком. И поэтому я просто связала, нашла самый элементарный узор, самый простой, потому что за, ну, несколько лет я уже не вязала, хотя раньше и шали, и целые скатерти делала. Вот, а тут вдруг недавно все забыла, поэтому нашла самый простой узор и давай его вязать. Сначала я вязала узенькие, причем вы можете видеть, что шар состоит из двух частей, то, что поуже, то, что пошире. Так вот, то, что пошире, это как раз та самая узкая часть, которую я сначала вязала. Вообще была идея, что я просто потренируюсь, вспомню молодость и распущу, но в результате мне стало жалко, я довязала. Потом подумала, что это? Что это? Узко сильно, я люблю широкие шарфы. Взял еще одну часть. В результате первая часть растянулась и стала вот такой широкой. А вторая почему-то не растянулась и осталась достаточно узкой. В то время, когда я начинала... Упс! В то время, когда я начинала вязать, у меня был очень сильный стресс. Очень сильный и была депрессия, но вот, не как говорят, ну, просто плохое настроение. А нет, в медицинском плане депрессии, у меня не было сил абсолютно. Порой не было сил даже просто умыться и почистить зубы. Вот, вообще жить не могла. Существовала ПНРЦ. И, как порой вводится в таких случаях, я начала кладать книги просто одна за другой. По одной книге в день прочитала, даже если она очень объемная. Бывала, даже по две книги читала. Я подумала, что с этим надо что-то делать. Это ненормально. Пыталась занять свои мысли, читала. И одновременно смотрела, допустим, сериалчик какой-нибудь или фильмец. Процесс замедлялся, но и на такой степени, что прийти в более такое нормальное состояние. Ну, я и подумала, ну, вот надо руки занять чем-то. Ну, кроме того, что вышиваю еще. Ну, и вязать начала. Вязала безобразно совершенно. Бывало, что 30 минут с день. Я убивала, что 5 минут. Ну, в общем, безобразно. Я как могла и как не могла. Вязала я из остаточков. Вот у меня какие остатки были красного-белого цвета в сумму, такие я и брала. Они были разные и по оттенку, и по своей текстуре. Какая-то пряжа летняя совсем. Вот можно было летний шарфик изладить. Какая-то вот, ну, откровенно зимняя. И вот из таких вот отрывков все вот это вот безобразие, оно и состоит. Причем я даже не особо следила, чтобы вот эти все квадраты, преугольники, они были одинаковой вышины. Причем вот видите, вот-вот, невооруженным глазом, даже не крупным планом показываю. Видите, вот тут дуга идет. То есть что-то я, со мной что-то случилось, и внезапно вширь пошло почему-то у меня. То есть совершенно безобразно и хаотично связано шарфик без какой-либо системы. Это очень на меня не похоже. Я такая дотошная, как правило. Тут прям, ну, сразу видно, у человека не все в порядке с психикой. Вот я когда на голову надевала, у меня все разлохматилось на сети на голове. И обратно на голову надену. Так вот, как я уже сказала выше, я люблю широкие длины. И когда я связала первые шарфики кузеньке, мне закончилась пряжа. Я захотела еще один связать, а потом их вместе сшить. Причем закончилась. Был карантин, в магазин не ходить, не сходить. Вот, ну, я заплакала и оставила это в сторонке. Но потом на мой день рождения, то есть я вязала где-то в апреле, в день рождения, 17 июля, мне подарили пряжу нужных медцветов. Ну, я парочку недель потупила, а потом связала еще один шарф. И хотя я примерилась, чтобы квадраты второго шарфика совпадали с квадратом первого, все равно что-то пошло не так. И когда я поняла из-за их скрепления, то выяснилось, что у меня ничего не получается. Я даже уже была всерьез, уходила из-за идеи все к чертям собачьим распустить и связать по новой. Но тут мешалась мама, сказала, что ты что, дура? Забрала у меня, связала, у нее все получилось. Но она, когда я была маленькая, то ничего совершенно не было. Это выпало на 90-е годы, когда был голод, ничего не продалось в магазине, от слова совсем, ни еды, ни тряпья, ничего. Как-то надо было ребенка одевать, и мама мне все время вязала. Она, кстати, на спицах вяжет. Так что у нее рука набитая, она мне изладила. А вообще у меня вопрос. Кто умеет вязать и крючком, и спицами? Скажите, вот я умею крючком только. Учитывая это умение, мне будет сложно научиться вязать спицами или легко. Потому что что-то мне сбрело в башку освободить это умение, этот навык. И боязно. Подскажите мне, пожалуйста. Вот такое видео получилось, но немножечко сумбурное. Ответ на вопрос, удовольствуем ли мне излечиться от депрессии без помощи специалистов. Ох, не уверена, у меня до сих пор проблемы со сном. Я очень часто посыпаюсь, перепады настроения, мысли, соответствующие этому диагнозу. Хоть и не ушли на убыль, но все-таки имеют место быть. Но вот все-таки говорят специалисты, что задействие мелкоматопилики, то, что руки не свободны, помогает. Ну да, пожалуй, это не панацелия, это вас не излечит. Однако это помогает все-таки не особо, как бы не кардинально, но имеет место быть. Вот так вот. Я прошу прощения, что не показываю вам крупным планом вязку. Во-первых, мне стыдно. Во-вторых, не взять столько места, потому что шар действительно длинный. Вот, ну, как могла вам в кадре показала. Уж простите меня. Он очень суразный. Ну вот, какой получился, такой получился, то своими руками. На этом все. Пока-пока. И до скорых книг. Субтитры сделал DimaTorzok